Так, держись, накидывай ножку. Залезть на лошадь и держаться в седле помогает инструктор 15-летнему Кириллу. Это уже не в новинку. Он две недели занимается ипотерапией. Довольно успешно все упражнения, которые нужно выполнить во время конной прогулки, делает с легкостью. Скокунов не боится и даже научился за ними ухаживать. Кормим, ухаживаем. Они там все любят. Сахар, сухарики там все любят. Ну а ты что лошадкам приносишь из дома? Сухарики приносишь. Я им кормлю, они сразу гладят, вылажу им. После верховой езды у детей по расписанию канис терапия, реабилитация с участием собак. Их привозят кинологи с таможни. В течение часа дети играют с четвероногими, учатся давать команды. После активности на улице знакомство с миром животных не заканчивается. Продолжается в учебном классе. Здесь экскурсовод Алюра проводит занимательные лекции об обитателях местного живого уголка. У нас были экскурсии о тараканах, о крысах. У нас здесь в живом уголке есть тараканы. Дети их рассматривали в микроскоп. Вот, например, когда я проводил экскурсию о тараканах, все дети – фу, не хочу, не интересно. После моей экскурсии дети хотят дома завезти в террариумах тараканов. Кроме знакомства с миром животных, детей учат и истории о русском быте и культуре, рассказывают сотрудники дома Саяпина. А экскурсоводы Краеведческого музея, куда выезжают участники проекта, проводят для них экскурсии. Подготовить и реализовать проект для детей с ОВЗ общественной организации «Открытый мир» удалось благодаря муниципальному гранту. Впервые получилось комплексно охватить несколько аспектов. Это и реабилитация ипотерапии, канистерапии, это и двигательная активность, это и творческая составляющая, и немножко спортивная составляющая. У детей с утра всегда была спортивная зарядка ежедневно. И плюс дети находятся в своем социуме целый день. Пройти реабилитацию в рамках проекта смогли 15 участников в возрасте от 8 до 25 лет. И для каждого из них мир вокруг стал понятнее и теплее.